Всем привет, всем здорово! Это новый выпуск Киды Человека и сегодня у меня на обзоре вишня в сиропе. Вот вишня в сиропе, продукт на каждый день, это из Ашана, ну я думаю практически все ели что-нибудь из Ашана, особенно вот этот продукт на каждый день, типа самая дорогая, у них своя марка. Но я могу вас успокоить, да, что если своя марка брендированная, то это скорее всего какие-то нормальные заводы, производители просто выпускают по заказу сетки и клеят туда их наклеечку, ну вот в этом случае. То есть это не где-то в подвалах Ашана, непонятно кто там делает, вот, поэтому брать можно, если состав нормальный, цена устраивает 107 рублей, 720 миллилитров, сейчас особенно весной, в мае еще и там коронавирус, вся ерунда, да, нормального варенья особо негде достать, а я люблю попить особенно там какой-нибудь, это сделать морс, с вареньем просто поесть, особенно вишневое варенье, вот, думаю, дай попробую. Сделано это в Беларуси, изготовитель ИО Вастега, Республика Беларусь, город Брест, ну вот город-герой, ну и вообще в Беларуси особое отношение, там адекватный менеджмент, вот, следят за качеством, то есть, ну сколько знаю, беларусские продукты, почему они здесь у нас востребованы, потому что туда в погоне за добычей и прибылью барыги не пихают всякое говно, вот, ну, надо заценить, надо заценить, оп, открываем, 107 рублей, жидкая жидкость, то есть, это сироп здесь прямо, ну, жидкий, да, практически, как можно пить его, но, я думаю, очень сладкий, поэтому надо заценить сначала в чистом виде. Кстати, сахара довольно мало, его можно пить буквально так, если честно. Я думал, что он будет прямо сладкий-сладкий, он даже немножко кислый, просто как вишневый компот, если честно. За 107 рублей банка вишневого компота, по-моему, немного дороговато, и я считал, что он должен быть более концентрированный. Ну, и вот она вишня, вишня с косточкой, реально это просто компот. Даже не концентрат, то есть, вишня в сиропе, просто, просто вишневый компот. Я попробую сейчас это развести, но сейчас я приду, видосик дай, запишу и приду уже. Давай, одевайся, на улицу пошли. Вот, надо погулять во время карантина, милейшее дело, ну, какие тут еще развлечения. Сходить особо некуда, кроме как погулять по магазинам продуктовым. Итак, немного пролилось, но заценим. Ну, такой очень-очень-очень слабый морс. Ну, на самом деле, не знаю, это можно просто вот так вот пить вот так вот это вкусно. Да, по факту это просто обычный компот из вишни. Вот, поэтому, если что, вот я, например, знал бы, может быть, уже даже не купил. Купил бы вишневое варенье, разводил его, ну, вот в такие вот кружечки, да, и получал бы, в принципе, то же самое. Вот, потому что, ну, компот как-то поинтересненько, а в трехлитровой банке нормальный такой наваристый компот. Здесь же, я думал, все-таки вишня в сиропе, то есть будет больше сахара, больше, более концентрировано. Ну, если просто хотите что-то попить за 107 рублей, в принципе, ммм, сладкий, холодненький, не сильно сахаристый. Нормально, вишни довольно много здесь. Хотя вишня, конечно, уже, ну, такая она, разваленная. Вот. Ну, в общем, вот, что-то особо долго разговориться, вот, я думаю, нет смысла. Если хотите попить компот из вишни, в принципе, вкусный. Чем тут еще радует состав, то, что здесь ничего лишнего. То есть состав вишня свежая, вода питьевая и сахар. Все. Никаких там подсластителей, этих, как они, консервантов, еще каких-то вещей. Ни там лимонной кислоты, ничего. Вишня, сахар и вода. Так вот, в качестве обычный, обычный вишневый компот. Ну, и, кстати, вот, если вот расценивать его именно как компот, а не как вишня в сиропе концентрированная, да, то есть тут, по сути, обман небольшой. То, если вишневый компот, то это вкусно. Это вкусно, правда, небольшой объем, то есть 720 миллилитров за 100 рублей. Ну, опять же, у нас сейчас сок какой-то паршивый, непонятно из чего сделанный, куча разных наименований. Продается за те же 100 рублей, бывает уже за 150 рублей литр. Поэтому, если что-то такое вкусное попить, ну, еще холодный, только что из холодильника, душевно. Ну, в общем, вот такой обзор, но разбавлять его уже не канет, я его хотел разбавлять, если честно. Очень слабенько, что-то какая-то такая еле заметная концентрация. Ну, все. Такой, в общем, выпуск еды человека. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, конечно же. Всем привет, не болейте и гуляйте. Давайте, пока.